Это программа «Лицом к лицу» и ее ведущий Евгений Агарков. Здравствуйте! Книги и игрушки привезли победительницы международных конкурсов красоты для школьников из прифронтовых поселков Донецкой области. Зайцевая и Клиновая посетили владелица титула «Миссис Планета» и «Миссис Украина-2018» Анна Горбан, «Миссис Эфиопия-2018» Фития Мохаммед Сет и «Миссис Эстония-2017» Трин Линдау. Они участницы благотворительного проекта «Помощь детям из зоны проведения операций объединенных сил. Совместное будущее через совместные книги». Подробнее о проекте и о детях на прифронтовых территориях нам расскажет человек, о котором я уже упомянул. Это обладательница титулов «Миссис Планета-2018» и «Миссис Украина» Анна Горбан на студии. Анна, я вас рад приветствовать. Здравствуйте! Необычно, на самом деле, представлять вот такую девушку в прифронтовой зоне, знаете, потому что, ну, я сам не один год, скажем так, колесил полями Донбасса. Скажите, как, когда вы впервые туда попали и ваши первые впечатления после прифронтовой территории? У меня общественная организация, которая называется «Разумные мои бутнинатии». Я помогаю детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, детям-сиротам. В 2019 году я решила направить все свои усилия на детей, которые живут в зоне ОС. Я заинтересовалась тем, что не хватает литературы в школах прифронтовых зон. Я организовала акцию «Спильные мои бутни» через «Спильные книжки». С помощью населения, звезд шоу-бизнеса, звезд спорта, олимпийские чемпионы помогали. Мы собирали книги. Первый раз я поехала в зону ОС в марте этого года, через месяц после начала акции книжно-благотворительной. Мои впечатления были такие, что я проходила мимо, я вообще не понимала, как такое может быть. Мимо чего я проходила, мимо разрушенных абсолютно домов, между которыми стоит совершенно нормальное здание, жилое, где висит белье, где работает кондиционер. Конечно же, для меня это был шок. Вы знаете, шок это то, что кондиционер есть на таких территориях. Вот это действительно удивительно. Это очень большая редкость. Когда я увидела дом, в котором разрушены все квартиры и там две или три жилые, то есть люди живут в здании, которое абсолютно непригодное для жизни, и они живут в этом ужасе. То есть они заходят в дом, понимая, что их квартира единственная на весь подъезд девятиэтажный, где живут люди. Конечно же, у меня впечатления были не самые лучшие. Когда я увидела учеников школ, которые воспринимают нас, зашедших в класс, с предосторожностью, знаете, я тоже не поняла, почему. Естественно, потом я начала копаться и поняла, что у этих детей посттравматический синдром, что эти дети не доверяют практически никому, что они на всех смотрят с недоверием. Конечно, мои впечатления были не самые лучшие. Я пообщалась с населением, я пообщалась с дедушкой, с детками, и я пообщалась с молодым парнем вашего возраста. Я задала вопросы, как вам тут живется, что вы думаете вообще о том, когда это все может закончиться, какие у вас тут цены, аптека, обслуживание. Это не медицинское образование. Мне сказали о том, что дедушка сказал, я уже вообще ничего не боюсь, дорогая моя. А парень 29-летний мне сказал о том, что мы спокойно относимся к тому, что власть о нас забыла. Мы понимаем, что им не до нас. Вот с такими впечатлениями я уехала впервые оттуда. Ну, знаете, достаточно такое, ну, очень депрессивное, да, вы настроение передали. А вы, ваша цель поездки какая была? Цель поездки была передать книги детям, пообщаться с детками, потому что во время работы с сиротами здесь, я из Кривого Рога, я в Кривом Роге помогала деткам-сиротам, вот в Киеве живу сейчас, помогаю деткам-сиротам здесь. Я вижу, насколько им не хватает внимания. Знаете, им вообще на самом деле все равно, что ты им привезешь. Просто этим деткам интересно, когда ты к ним приезжаешь, общаешься, они тебя обнимают, целуют, потом они тебе звонят, ты проявляешь к ним заботу. И у этих детей очень маленький опыт побед. И необходимо как можно больше давать им возможности, где плацдарм для их развития. И такие поездки, которые вы им дарите, они очень важны на самом деле. Это дает им возможность улыбнуться и отвлечься от войны. И знаете, что я сделала с девочками? Я повезла свои короны и ленты, миссис Украина и миссис Планета, специально для того, чтобы они примерили, пофотографировались, для того, чтобы они ощутили себя победительницами, дать им какой-то стимул, посыл на будущее, чтобы они понимали, что если девочка из нашей страны, самая обычная девчонка смогла, и я смогу. И я так с ними разговаривала. Я провела мастер-класс по первой помощи с учениками в Авдеевской школе. С девчонками в Зайцево мы пофотографировались, вот попримеряли короны. В Авдеевской школе, кроме того, что с девчонками тоже примеряли короны, я провела мастер-класс по макияжу. Потому что я понимаю, что, знаете, какая-то оторванность все равно есть от социума, да? Нельзя сказать прямо от социума, но от каких-то там последних новинок моды, чего-то. А они же девочки. Им все равно, где они живут. В прифронтовой зоне или в центре, я не знаю, мира. Они хотят всегда оставаться леди. Вот мы с ними поговорили на всякие женские темы. То есть моя цель была, кроме того, что передать книги, показать им уважение свое, показать им внимание, любовь. Ну, знаете, вы, кроме того, наверное, подарили еще очень большую мотивацию этим детям. Потому что я неоднократно был в поселке Зайцево, да? Оно делится там на несколько этих Зайцевых, действительно. И я знаю, какая инфраструктура в этом Зайцево. То есть это вот, грубо говоря, простым языком, забитое-забитое село. А если брать вот именно тот поселок, там есть так называемая Жованка, вот, это вот вообще уже прифронтовая зона, это уже зона боевых действий, по сути, где сидят военные. Как вы себя, насколько в безопасности вы себя ощущали? Вы же, ну, у вас нету опыта, скажем так, передвижения по таким зонам. И я вот хотел бы еще спросить о ваших ощущениях, знаете, вот от поездки в сравнении с этими детьми. Потому что я понимаю, что все равно страх у вас, скорее всего, какой-то был. Как вели себя вы, и как вы видели, как ведут себя дети в этой ситуации? Перед поездкой первая в зону ОС я прошла курс гражданско-военного сотрудничества, где две недели я занималась вместе с военными, которые на ротацию едут туда. То есть я была одна-единственная гражданская. Мы проходили курс, который называется «Бронированный ум», где были воссозданы условия, такие, как будто ты в плену, как будто ты прямо на фронте воюешь. Понятно, это все было разыграно, но это было настолько все жестко и жестоко. Пять часов ты находился в закрытом помещении, где, например, ты там пригнулся и перемещаешься, и в этот момент крик граната, команда граната, это что значит? Ты должен упасть. Я неправильно упала не прямо на пол и не закрыла голову, а я упала через колено, за что я была побита. Да, почему? Потому что, ну, тренером, инструктором я была побита по ногам, потому что я должна была запомнить в тот момент, что как надо падать, когда команда граната. Поэтому я некоторые моменты, я понимала, как себя надо вести. Но, естественно, было страшно, когда мы сели в машину и по бокам машину обложили бронежилетами и сказали, в случае чего сзади каски и бронежилеты, «О, Аня, а почему вы в такой нарядной куртке? А как я на вас одену бронежилет?» Ну, естественно, знаете, в такие моменты страшно было. Но я же понимала, зачем я туда приехала. Я понимаю, что если люди там живут, находятся, почему я не могу туда приехать? Почему я должна оставаться в стороне, передвигаясь на шпилечках по Киеву и думая, как они там живут? Нет, я поехала, посмотрела, как они там живут. Касаемо шпилечек, вы сказали перед эфиром мне, что вы на шпилечках приехали туда также. Ваши коллеги, да, кто с вами еще посещал, они также на шпилечках приехали? Во второй раз, ну, первый раз это был март, я была на невысоком каблуке, на толстом, устойчивом. Да, но я была на каблуках, потому что я женщина, хочу оставаться в любой ситуации. Если бы тогда были погодные условия, которые требовали кирзовых сапог, я бы их обула. Или те места, которые мы посещали, требовали такой обуви, безусловно, я бы обула это. Но в этот раз мы поехали, было уже вообще тепло. Я была на каблуке 7 сантиметров. Я пригласила с собой девушек, с которыми я познакомилась на международном конкурсе красоты, где я победила. Это были миссис Эфиопия и миссис Эстония. Ну, миссис Эфиопия обула вообще шпильки-шпильки, прям тонюсенькие, такие блестящие, но у нее такое видение. Вот она так решила, я не могла ее заставить переобуться. Если бы она захотела переобуться, пожалуйста. Конечно, мы выглядели как женщины. У нас был посыл «Красота спасет мир», и я стою женщиной в любой ситуации. Надо было бы переобуться, пойти босиком, сделали бы это. Расскажите о впечатлениях ваших коллежанок. О, ну слушайте, если я, разговаривая с Эстонкой, да, говорю, скажи, пожалуйста, Трин, у вас же более развитая страна. Она говорит, да, я говорю, скажи, вот как тебе Киев? Насколько он тебе кажется красивым? Она говорит, ну ты знаешь, вот у нас в стране, конечно, ну все намного богаче выглядит, и Киев простоватый. То есть для тебя Киев кажется простоватым? Она говорит, ну ты знаешь, да. Я говорю, ну я не обижаюсь, я же интересуюсь. Она говорит, ну да. И вот представляете, если для нее Киев простоват, что это было для нее? Я когда впервые увидела эти разрухи, я стояла вот с открытым ртом, я уже приехала туда вот во второй раз, и для меня это уже, ну, нормально, ненормально, обыденно, да, то есть не шокирует. Такое не может быть нормальным. Девочки говорят, о боже мой, это... Мы были в Славянске, где разрушенный комплекс больничный, да. Они говорят, боже, это все так разрушено. Я говорю, ну ни один человек не пострадал, людей эвакуировали до того, как начался этот обстрел. Что правда никто не пострадал? Ну мы подошли к, там, стройка уже идет, к дедушкам, охранникам, к строителям. Они говорят, да, никто не пострадал. Они говорят, и как? Вот это люди живут рядом и видят вот эту картину. Я говорю, подождите. Я сейчас вас заведу во двор, где дом жилой среди вот этих руин. Естественно, они ничего не могли комментировать, знаете, слезы на глазах и вот такие вот впечатления, конечно. Потому что, ладно, Эфиопия, у них был военный конфликт. Да, они тоже сейчас расхлебывают последствия военного конфликта. Эстония. Нация, которая не знает, что это такое. Поэтому для эстонки это было, конечно, шок. Сколько школ вам удалось посетить? В этот раз две школы, потому что ограниченное количество времени девушек, которые ко мне прилетели. Поэтому только две школы в этот раз. Кроме книг вы везли какую-то дополнительную помощь? Или, может быть, вы уже имеете какой-то список на будущее? Список на будущее у нас есть. Это список литературы, рекомендованной Министерством образования и науки. Потому что очень интересная ситуация, что рекомендованная литература от Министерства образования и науки есть, а литературы в школах нет. Поэтому в следующий раз, в третий, это будет литература четко по списку, для того, чтобы дети развивали в соответствии с тенденциями и с требованиями. В этот раз мы повезли, кроме книг, игрушки. Развивающие игрушки. Девчонки привезли чемоданами. Каждая привезла два чемодана. Вещей было немного своих личных, а все остальное это были подарки. С какой целью я их пригласила? Для того, чтобы они посмотрели ситуацию, которая есть у нас на востоке Украины. И мы, чтобы вместе с ними создали благотворительный международный фонд. Потому что я пригласила не только этих двух девушек, не только из Эфиопии и из Эстонии. Я пригласила из Индии, Сингапура, из Соединенных Штатов Америки, из других стран, из Болгарии, из Румынии. И девушки дали добро, просто не все смогли в этот раз приехать. Для того, чтобы мы сделали большой совместный международный благотворительный фонд. Мы посмотрели на потребности, которые есть там. Мы понимаем, что кроме каких-то вещей, которые можно потрогать, детям необходима еще другая помощь. Помощь психологов, помощь в расширении кругозора. Вывозить их оттуда. Это обязательно. Вы правильно сказали? Почему в этот раз я сосредоточилась на селах? В прошлый раз я была в Светлодарске, в Зайцевом и в Авдеевке. Я заметила, что Авдеевка и Светлодарск, они... Более развитые. Абсолютно верно. И я прониклась с Зайцевым, поэтому теперь я буду сосредотачиваться пока только на глубоких селах. Для чего? Вывезти деток, привезти их в Киев. Я их повезу на книжное издательство, на экскурсию. Возможно, кто-то из них выберет свой жизненный путь и будет работать на типографии. Правильно? То есть вот что-то такое интересное, развивающее, стимулирующее. Почему ведь я книги вожу? Потому что, прочитав книгу, этот идеологический посыл может пройти через всю жизнь ребенка. И он может найти в этой книге веру в завтрашнее будущее, в лучшее свое. Поэтому я этим деткам, когда там была, я им все говорила. Верьте в себя. Анна, и вот вопрос, и будем уже завершать программу. Когда следующий ваш визит на Донбасс? Я хочу не менее, чем через полтора месяца. Вот как раз с теми с остальными еще. Кто уже подтвердил из корыжанок, что поедут с вами? Все те, кому я обратилась, подтвердили. Единственное, всем надо немножечко заранее, чтобы они все согласовали свои графики. У всех же семьи. Я вам могу только пожелать удачи, на самом деле. Спасибо. Потому что эта миссия очень важная, и вы даете детям этим же стимул, и, знаете, какой-то момент радости, потому что там ее не так уже много. Спасибо. Гостем программы «Лицом к лицу» был инициатор акции «Совместное будущее» через совместные книги, обладательница титулов «Миссис планета, миссис Украина-2018» Анна Горбань. Я Евгений Огарков. Говорю вам до встречи в следующем эфире программы «Лицом к лицу». «Лицом к лицу»